Алло. Виталий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Паук вас беспокоит. Кто-кто? Андрей Паук. Андрей? Паук Владимирович. Да, слушаю вас. Белорусы массово жалуются, что леса стало много вырубать, леса стали. Вот, в промышленных масштабах. Так это или нет? Так это или нет? Какие белорусы жалуются? Да, все жалуются. Вот сегодня лепельчане жаловали, что у них много леса вырубается. Вас слышно через слово? Ёлки-палки, минутку, минутку, сейчас, сейчас я, сейчас. Алло. Минутку, сейчас, сейчас я, сейчас я. А вот так, слышно хорошо? Вот так вот. Да, слышно. Лепельчане жалуются, излепили, что режут лес у них вообще варварский. Излепили? Излепили, жалуются, да. Кому жалуются? Мне жалуются. А вы кто? А я известный блогер Андрей Паук. А, Андрей Паук. Хорошо. Ну, смотрите, массово вырубают. Я не знаю, откуда такая информация. Вся информация у нас есть в свободном доступе. На интернет-сайтах лесхозов, на интернет-сайтах наших объединений, на интернет-сайте Министерства лесного хозяйства, в Телеграм-канале. Все полностью, вся информация о свободном доступе мы нет. Гаван нигде ничего не скрывает. Более того, не менее чем раз в неделю в каждой нашей организации проводятся так называемые дни открытых дверей. То есть те белорусы, которые жалуют, которые небезразличны, которым что-то интересно или у которых есть определенное сомнение, могут обратиться в любую из наших организаций и касаемо конкретного участка выяснить, что происходит на каждой конкретной лесосеке, на каждом конкретном участке лесного фонда. Поэтому массовая вырубка, я бы не говорил ни о какой массовой вырубке, потому что есть сегодня статистика, которая говорит о том, что максимальная вырубка древесины у нас была в 2018 году, когда у нас было максимальное усыхание сосновых насаждений. В 2019 году у нас вырубка стала по усыханию в два раза меньше. По общим объемам вырубки мы вырубили ниже 2018 года. В 2020 году эти цифры еще меньше. Так что о какой массовой вырубке речь не идет. Просто здесь проблема с доверием к информации. Люди видят, что леса... Дело в том, что проблема не в информировании и не в информации. А проблема в том, если кто-то сегодня зарабатывает лайки и популярность на каких-то сбросах на неправдивой информации и не хочет достучаться до информации правдивой, ну это дело их. Но мы сегодня открыты к диалогу с обществом. Сегодня все организации, повторюсь, в режиме такой дежурной части раз в неделю мы проводим дни открытых дверей. По любым волнующим вопросам, касаемым в целом отрасли, касаемо каждой конкретной территории, можно получить полную информацию. Спасибо, Виталий Александрович. Ваш ответ понятен. Будем... И у нас, еще раз повторюсь, если вы известный блогер, у нас вся эта информация в свободном доступе, это в том числе и статистические данные по объемам вырубок, по территориальности вырубок. Здесь, более того скажу, у нас же сегодня все леса сертифицированы. Система международная и Европейским попечистским советом. Мы имеем сертификат ФСИ, мы имеем сертификат ПФСИ, ежегодно приезжают, в том числе и иностранные аудиторы. Мы подтверждаем эти сертификаты. Поверьте, у нас ведение лесного хозяйства осуществляется на достаточно высоком уровне. И никакой там вырубки или, скажем, каких-то там бесчинств в лесу, у нас даже и близко речи не может идти. В нас же не обеспечивается неистощительное ведение лесного хозяйства. Мы сегодня лесных культур создаем больше, создаем леса, чем мы его вырубаем. В том числе с учетом вырубки древесины по его состоянию. Я говорю о больных лесах. Спасибо большое. Все очень доходчиво и понятно. Хорошо, будем смотреть на практике. Как оно? Да, смотрите, есть информация, смотрите. Но я, опять же, уже неоднократно обращаюсь к людям, к нашему обществу. Нужна истина, нужна правдивая информация. Если есть какие-то нарушения, а какие-то мелочные нарушения у нас есть, как бы ни было, это человеческий фактор и так далее, люди свойственны ошибаться. Но ни о каких системных просчетах речи быть не может. То есть мы открыты к диалогу абсолютно. Все, Виталий Александрович, спасибо. Хорошего дня. До свидания. Да, до свидания.